Вот я в позапрошлой прогулке поругался на этот дом, теперь тут появилась вот такая вот рекламка. И, я так понимаю, грядет восстановление, хотя картинки какие-то странные, не очень, мне кажется, относящиеся с реальностью, но, а вдруг, а вдруг все-таки повезет. Так или иначе, задачи этой прогулки будут следующие. Во-первых, это будет, скорее всего, последняя прогулка перед водом более жестких мер, связанных с пандемией коронавируса. Да, я вообще лишний раз на улицу выходить не буду. Да, я вообще всем советую настоятельно. Второе, это то, что, по идее, сообщается, вышли троллейбусы московские из второго депо. Предположительно, ходит он как минимум один, а может, и не ходит вовсе по маршруту номер 16. Поэтому я хотел бы его посмотреть. Ну и третье, посмотреть, как соблюдаются рекомендации, ну или даже не рекомендации, а требования к вместимости, наполняемости транспортных средств маршрутных. Потому что по распоряжению губернатора они должны наполняться не более чем на 50% от полной вместимости. И если в плане общественного транспорта это, скорее всего, соблюдается, особенно сейчас, в полдень, я даже дал фору, не в час пик снимаю. А вот посмотрим, что же происходит с маршруточками. Проект вот этот 149-й, такой подзабитый, 88-й, но не сильно. И, да, московский троллейбус, но это пятерка. Так, а вон какая-то есть еще маршрутка, давайте за ней следить. Так, 47-я, ой-ой-ой, ну не сильно. По-моему, там больше, чем 50%, но не забитая доверху, я бы сказал так. Я на самом-то деле тут уже снимал и не раз, поэтому особо внимания на то, что вокруг дома, обращать не буду. Так, ну, в общем, пока ничего не вижу. 65-й, кстати, там сзади третий троллейбус едет с гармошкой, блин. Но народ, включая пенсионеров, пошел в 65-ю. А между тем, вон тройка едет пустой. Но нет, потому что 65-я приехала на 10 секунд раньше, мы сядем в нее. Электричка поехала. Пока еще поезд доедет, и отмен было не так уж и много. Ну, вообще, они, конечно, старенькие, их бы не помешало обновить. Вот я не помню, обращал ли я внимание с 2016 года вот на эту площадь. Вот много чего интересного. Ну, во-первых, знак в Рязани, рядом с которым якобы все фотографируются. Я, наверное, не знаю, фотографируется ли. Не видел ни разу. Вот. Потом есть вот это. Это. Знаете, что это? Это Зубр. Это, блин, Зубр. Я не знаю, почему кто решил сделать его таким, но это как бы Зубр. Вот. Касаемо наполняемости транспорта. Пока вот самый-самый такой проблему увидел лишь один раз. Когда в пазике человек десять стояло и занятося сидячими стабель. Это, как ни странно, сорок первый маршрут. Остановка Первомайская гостиница. Стоит мужичок с флагом ЛДПР. Без маски, без перчаток. И раздает листовки. Профилактика от коронавируса. Картина маслом. Занавес. Ладно, продолжаем идти. По Первомайскому проспекту. Не скажу, что народу прям меньше, чем обычно. Все так, как обычно пока что. С временем весна. Уже десять градусов на улице. Хорошо. Искренне, не зная, с какого числа начинает действовать запрет на раздачу листовок, Ну, вон, Чутик из одного магазина типа Фикс Прайса ходит. Площадь Победы. Вообще, частенько и бывал. По-моему, была тут даже одна прогулка, но была она давно, и качество там было не очень. Ну, пойдем дальше. Памятник Чумаковой. Появился тут сравнительно недавно. Она была, ну, что-то типа, сейчас бы сказали мэра Рязани, тогда это называлось по-другому, глава горкома, что ли. Вот. Ну, и при ней Рязани, в общем-то, очень сильно преобразилась. Поэтому ее и так любят и уважают. Ну, мы пройдем, я думаю, еще чуть-чуть подальше. Да, уж некоторые пристройки к старым домам выглядят совсем как-то не к месту. А вот сейчас первое серьезное нарушение проехало. 13-й автобус прям вот заполненный был доверху. Ну, относительно вообще других. В остальном же люди молодцы. Потому что, допустим, сейчас вот вижу мимо проезжающей пазики. Там в основном только лишь сидячие места заняты. А, конечно, тоже не факт, что все сидячие места заняты. Это означает, что это меньше 50%. Но факт остается фактом. Транспорт едет полупустым практически весь. Хотя, может, время просто такое. Наверняка утром все-таки народу больше. И нарушений больше. Но, опять же, кто за этим следит? Я сомневаюсь, что кто-то за этим вообще-то следит. Кстати говоря, вот еще про Чумакову. Тут вот она жила. В этом доме. Карамейский проспект, дом 45. А это дом профсоюзов. Карамейская гостиница. Снова. Только уже с противоположной стороны. Вон там, виден флаг ЛДПР. Это вот то, о чем я и говорил. Все, началось весеннее обострение. Начали, блин, гонять заниженные тазы. Из которых на всю улицу орет посредственная музыка. Говорить я хотел-то не про это. А вот про вот это. К сожалению, в центре Льзани полно вот таких вот не очень-то красивых зданий. Но проблема даже не в том, что оно некрасиво, а в том, что оно, в большей части, заброшено. Это бывшее училище связи. И, к сожалению, его толком не знают, как использовать. Частично тут работает многофункциональный центр. Так, в том, оно в подвисшем состоянии. Не ясно, что с ним вообще даже делать. А это меня прям особенно радует. Взяли дерево, покоцали. Но при этом отрезали те ветки, которые к моему проводам вообще никакого отношения не имели. А прямо те, которые рядом с проводами, нет. И так вот везде. Что-то как-то вверх. Он даже за провод зацепился. Ничего нет. А эти взяли, обрезали. Зачем спрашивается тогда вообще хронировать? Какой в этом смысл? Ну вот, деревья большие. Ничего им не мешает. Все нормально, все хорошо. Прямо клэмфиция народу много. А это какие-то всякие машинки интересные. Агробот. Газелька. Я так понимаю... Что это? Какое-то вообще, типа... Что-то на гусеницах. Здесь всегда висели вот эти вот машинки. Маленькие. Вообще, кузова, что ли, какие-то не готовые. Они тут уже довольно-таки долгое время стоят. Неизвестно, что это и для чего это. Ну и вот, как все выглядит сейчас. Территория бывшего училища связи. Наре выбиты. Мусор. Все заброшено. Хотя, закрыт это было, кому, лет 10 назад. А был-то. Вон, как красиво посмотреть. Печально. В общем, на этой пессимистической ноте закончу, пожалуй. Смотрю, что народу меньше особо не стало относительно предыдущей вылазки в среду. Но народу в масках стало больше. Особенности пожилых. Что, в общем-то, даже правильно.